Сегодня вам хорошо знакомый украинский политик, депутат нескольких созывов и мой старый приятель Тарас Черновол. Давайте сразу Тараса, с ним всегда интересно. Приветствую, слава Украине и всего наилучшего, хорошего. Слава, да, героям слава. Итак, мы вчера с американским послом Джоном Гребстом обсуждали вообще историю болезни Российской Федерации во всех ее проявлениях. И, конечно, начали мы с дискуссии о том, что поскольку сумасшедшая Россия хочет захватить Молдову, Украину, Беларусь, там уже считает, что захватила страны Балтии, Грузию, там Казахстан, наверное. Ну и, конечно же, Россия хочет Аляску захватить. И вот я поинтересовался у Джона Гребста, по его мнению, насколько терраборона штата Аляски превосходит, ну скажем, уровень террабороны Гастомеля. Ну и Джон Гребст заверил меня, что терраборона Аляски не будет уступать Гастомельской террабороне. Но, Тарас, ведь отношение к Российской Федерации давно, честно говоря, как к психбольному. То есть весь мир понимает, что все, что говорят эти люди, я имею в виду Песков, Лавров, Путин, это просто наглая, тупая ложь. Вот они, что бы ни говорили, им в любом случае никто не поверит. Вот это тупик, по-моему, ведь это же тупик. То есть они стали, наверное, самым галимым, самым чмошным правительством мира. Такого неуважения, недоверия и презрения, я что-то не помню, а вот был ли кто-то Гаже на нашей памяти? Давай подумаем, кто был Гаже и был ли кто-то Гаже, чем руководство Российской Федерации? Были мерзее аналоги в мировой истории? Я помню одного. Это был такой император Центральной Африканской Республики, который промышлял каннибализмом. Кстати, он любил пригласить себе в гости там, да, богатся, пригласить там определенных министров и вдруг накормить их, ну, кусками мяса ихнего коллеги из ихнего же Совмина. То есть, по-моему, к нему отношение было похуже, но стоп, я соврал. Знаете, я не люблю лгать, но я соврал по нему после этого. Там французам в конце концов это надоело, это когда-то была зона ответственности как бы Франции. Они туда пришли, они ему там помогли избавиться от власти, но он не был арестован. Он не отсидел в тюрьме, его вывезли, он где-то в Франции довольно спокойно дожил свою жизнь. Может, я что-то ошибаюсь, но, по крайней мере, в тюрьме он после этого не отсидел. Про Путина уже прямым текстом говорят, что он военный преступник. А если человека официально назвали военным преступником, Бакаса-то все знали, что он людоед. Но формально, на международном уровне, на уровне президента, прямых заявлений, подтверждения, что это не эмоции, это факт, как, скажем, сделал Байден и не только Байден, по поводу Бакасы сказано не было. То есть, ну, на самом деле, оказывается, Путин перешагнул даже через труп вот своего одного из пришедников Бакасу. Что касается других международных страшных преступников, ну, возьмем Гитлера, знаете, ну, действительно страшнейший преступник. Но, вот я недавно у кого-то увидел фразу, да, Вермахт творил преступления, да, гитлеровский Вермахт там покорял страны, да, гитлеровский Вермахт, в конце концов, проиграл войну. Но над ним, по крайней мере, не насмехались. А вот здесь объединение, вот у Путина объединение вот этих двух вещей. Ненависть, ощущение того, что это что-то очень мерзкое, очень гадкое, очень пакостное, с кем уже токсично общаться. И при том всем еще и презрение, и насмешка. Ну, провалить все. Каждый раз появляется, когда у них есть хоть кто-то там, не то что уже союзников, а хотя бы нейтральных ним, появляется то Авропа, то еще какая-нибудь плесень, которая сделает все для того, чтобы потерять этих союзников. Ну, у нас, правда, по этому поводу, то есть, что же есть некоторые свои, у нас есть такой секретарсов Беза Данилов, некоторые другие, да, и сам наш Зеленский умудряется наделать чудесов и поссорить нас с теми странами, которые именно в этот момент начинают разворачиваться в сторону Украины. Но это как бы эпизодично. А вот по России весь комплекс, то есть весь комплекс отторжения уже есть. Ну, мне кажется, еще последний, кто еще верит в Путина и хочет с ним встретиться, еще на что-то надеяться, а не просто потому, что так положено встречаться и что-то говорить, остается Папа Франциск. Но мне кажется, Папе нужно вспомнить одну маленькую вещь. Католическая религия, я сам грекокатолик, могу ему это объяснить. Католическая религия предвидит, что нужно верить Богу, а не сатане. Вот здесь он, кажется, сделал доктринальную ошибку. Но на самом деле я не вижу в истории кого-то, в кого бы, ну, понимаете, ненавидели некоторых побольше, презирали некоторых побольше. Но чтобы все одновременно, вот такого я вспомнить не могу. И вот еще я немножко как бы о чувстве юмора, ну, без которого нельзя в современной политике, понимаете, тоже не прикалываться над такими оппонентами, как Путин, ну, собственно, себя не уважать. И вот, я так понимаю, что вот этот вот наш политический тренд, а давайте что-то сделаем по приколу, наконец-то в позитивной форме восприняли в США. И вот именно 9 мая, в день этого долбанутого победобесия, американский президент подписывает бумагу о том, что Америка будет предоставлять ленд-лиз Украине. Я не поверю, что дата выбрана случайно. Я думаю, что Путин с остальными победобесами и прочими чертями-патриархами Кирилла, Кириллами, вот эти, да, храм на ФСБ, да, они сами, собственно, спровоцировали именно эту дату. И мне кажется, что это месседж, то есть вот прокомментируй, пожалуйста, что именно 9 мая ленд-лиз, который всегда, ну, против фюрера, это оплеуха, это публичная оплеуха путинскому победобесию на высшем государственном уровне. Иначе это нельзя воспринимать. Ну, а иначе я и объяснить по-другому не могу. Давайте вспомним. Первая фраза Байдена спрашивает журналист. Так Путин убийца? Байден. Да, Путин убийца. Вторая фраза. Байден сам говорит. Путин военный преступник. Его приспрашивают. Это вы просто к СОВу? Нет. Путин военный преступник. И наши органы юстиции сделают все возможное для того, чтобы это обрело юридические определенные формы. И дальше. Вот это заявление. За ним, я думаю, будет все-таки разъяснение. Америка страна, в которой нужно все разжевать и просто сделать на 9 мая, когда в Америке никто не понимает, а что, собственно, произошло 9 мая. Все знают, что 8 мая день победы над нацизмом, день памяти и примирения, день, который отождествляется со страшнейшими жертвами, день, который во всем мире отмечается словами никогда больше и только в единственной России, 9 почему-то мая. Но еще, к сожалению, из-за коллаборанцев украинской власти, которые, я скажу так, и ментальные коллаборанцы, то есть они уже понимают, что России нужно воевать, армия воюет, они как бы уже законы необходимые принимают, но, увы, к сожалению, они ментально не могут оторваться. Украинский парламент большинством, это новая коалиция суги народа, ну, которая формально сегодня является властью, и как бы неформальные члены коалиции, бывшие ОПЗЖ, теперь одну букву поменяли, ОПЖМ, та же самая партия, только переименованная, они сохранили 9 мая вместе с Россией, вместе вот этим страшным парадом пленных, который предвидится в Мариуполе, вместе с прославлением убийц, которых сейчас будут прославлять, тех убийц, которые не тогда, почти 80 лет назад, а сейчас убивают мирных граждан. И вот это, вот это нацизм. И в США просто так не поймут, что такое 9 мая. Я думаю, Байдену еще придется сделать для полного троллинга, для того, чтобы поняли у себя дома, еще повторить эту фразу, и кто-то его вспомнит, просит, так Путин это Гитлер, он скажет, да, конечно, Путин это Гитлер, еще что-то подведет, то есть он это разжует. Последняя серия пока что для США не произошла, она произошла для России, для российского истеблишмента. Там показали, да, ленд-лист напрямую работал только против нацизма. И именно ленд-лист для Украины 9 мая, это четкое определение, кто антигитлерская коалиция, а кто новый Гитлер сегодняшнего дня. Вот это главный месседж. Но есть еще один подмесседж, на который я обращу бы внимание. ПО будет пугать мир пролетом над Красной площадью, так называемого самолета судного дня. Это, ну, что-то похожее на борт номер один США, где президент страны во время ядерной атаки любой другого события может спастись и оттуда командовать все, оттуда отдавать приказы о ядерных атаках и всем-всем прочим там. Но этот самолет впервые, насколько я понимаю, пролетит во время парада, как демонстрация, определенная демонстрация угрозы вот этой прессовутой, на самом деле не существующей красной ядерной кнопки. И ответ, как бы, именно 9 мая не только самому Путину, но и вот этому самолетику. Поскольку на самом деле уже очень четко объяснили, что этот самолетик совсем не совсем аж такой несбиваемый. Первое. Второе. Его очень легко достать новейшими вооружениями. У него можно отключить его очень серьезную радиозащиту и спастись там будет, ну, наверное, еще менее перспективно, чем в том бункере под Уралом в Башкирии. Потому на самом деле вот этот ленд-лист, это как бы еще тоже определенная подсказка, что не заходи слишком далеко, потому что, ну, больно будет недолго, но очень и один раз после этого уже не будет. Я думаю, что этот намек тоже сыграл свою роль. И совсем последнее по ленд-лизу. Вот простой вопрос, а что еще должен добавить ленд-лиз, если в последние вот эти дни, ну, даже не по сегодняшний день, сегодня у нас 7 мая, а с 1 по 5 мая в соседней одной стране приземлялись американские борты с оружием для Украины 127, по-моему, раз. Средней периодичностью раз на 90 минут садится большой военно-транспортный самолет, в котором приводят уже ленд-лизные оружие для Украины, уже боеприпасы приводят, уже гаубицы проводят, все прочее. А ленд-лиз еще не подписан. Что будет после его подписания? Ну, это как бы тоже намек Путлеру, задумайся, а стоит ли продолжать. Потому что сегодня вот один наш общий знакомый, блогер известный, который сейчас воюет на передовой, рассказал, что недалеко от них батарея вот этих трех семерок начала кромшить русню. И говорит, что кромшат очень красиво. Точность попаданий просто колоссальная. И очень скоро, когда их будет немножко больше, там, ну, просто с той стороны не останется кому воевать. Останутся только те, кто в первых окопах, которым, ну, самый лучший вариант быстро поднять руки и выйти с белым флагом. Я думаю, что я даже знаю, о каком блогере идет речь. Он похож на, ну, скажем, его инициалы похожи на, наверное, лучший пулемет всех времен и народов немецкий МГ. Правильно? Вот, МГ. Да. Знаю такого блогера с инициалами МГ. Смотри, а вот я себе позволил как-то вот представить себе, а насколько может возникнуть прикольная ситуация. Вот обязательно спрошу у Джона Гребста в следующий раз. Ну, и, конечно, хочу обыграть эту тему у себя в блоге. Давай вот чуть-чуть пофантазируем и представим себе, что вот после Ленд-Лиза, который, ну, условно говоря, там, 42-й, 43-й год, там поставили танки Шерманы, тогда американские танки, кстати, их одно время было даже больше, чем Т-34-ок, ну, чисто количественно. То есть это вообще-то, Шерман, это самый тиражный танк Второй мировой войны, но во всех своих модификациях. Но эти Шерманы были на вооружении у Советской армии. То есть их огромное количество было поставлено в Советской армии. Они тоже были, служили, они шли комплектные, с автоматами, с одеждами, с комбинезонами. Причем комбинезоны из этих танков крали генералы, как правило, генералы, полковники. И западные союзники были очень шокированы. Они говорили, говорят, а почему нас встречают техники, а не генералы, почему нас встречает техперсонал? Они просто не понимали, что советские генералы и полковники воруют кожаные комбинезоны танкистов и считают, что это просто суперодежда. То есть они в этих кожаных комбинезонах, предназначенных для механиков, советские генералы. А что нас встречают уборщицы? Ну просто у нас генералы находятся на таком уровне развития советские. Так вот, я себе представил, что вдруг российская армия наконец уже изошла до такого состояния, что откопала где-то на складах вот те старые Т-34-ки, шерманы Второй мировой войны, бросили их в Украину. И, Тарас, представляешь, какая песня на поле боя встречается? Вот тут старый Шерман, который во время первого Ленд-Лиза поставили бороться с Гитлером. И новый американский Абрамс, вот этот Абрамс поставок 22-го года, стреляет по Шерману поставок 1942-го года. С разницей 8 лет! Привет от Гитлера! Ну, в лице Путина. И вот этот вот Шерман, оказывается, Шерманы, они сейчас на стороне Гитлера современного. И уже современные американские Абрамсы стреляют, получается, под тем советским, попавшим в руки советских людей Шерманом. Это ли не эпическая картина? Ведь это же, ведь это, черт побери, красиво! От Ленд-Лиза до Ленд-Лиза сдохнут все, как доктор Лиза. Не, шикарно! Вообще, я бы себе сейчас это попробовал представить. Ну, маленькая проблема. Вот почему вот эта эпическая, красивая картина, о которой сказал только что нам Сергей Паярков, может не произойти. Как когда-то Карамзина спросили, а что там теперь на России? И он ответил, да как всегда, воруют. Я боюсь, что эти все Шерманы, которые остались, тихонько растаскали по домашним коллекциям богатые россияне, растаскали с них все, что можно было снять. И сейчас не то, что Шерманы 42-го года, сейчас даже поздние советские танки, да господи, российские танки, произведенные уже после развала Советского Союза, вытягиваются с кладов, грузят на платформы, сгружают с платформы где-то там, и перед этим, сейчас там в Белгородской области, в Курской области. А после этого один полковник берет пистолет и стреляет себе в висок. Почему? Да потому что оказывается, что с привезенных для участия в так называемой ихней спецоперации в Украине 1200, насколько я помню, танков оказалась определенная часть. Сначала пустили в бой все то, что шо, потом сказали, ну, танки, Укр бьют, они горят, давайте все остальное. А полковник-то понимал, что все остальное, тогда еще это было порядка 300-400 танков, а оно не поедет. А там уже нет, движка нет, аккумуляторов нет, ну, аккумуляторы еще поменять можно, нет системы наводки, нет никакой системы навигания, не, навигации там вообще уже ни в одном танке, который сейчас выводят на поле боя, уже нет, нет навигации, нет оптических прицелов, просто ничего, он может ездить, лупить, стрелять и гореть, все, больше ничего. То есть на самом деле ему пришлось стреляться, потому что он понял, что все равно его, ну, прибьют, так или иначе, потому что он именно был ответственен за эти танки. То есть из 1200, которые отбирали, которые были, считались полностью на ходу хорошие, порядка 300 или может быть даже 400 оказались не теми. Да, их сейчас отремонтировали. Специально из-за этого начали вывозить с Украины подбитые российские танки туда на Россию и там снимать комплектующие, ставить на те, которые подвезли, новые как бы, но, увы, разворованные. Сейчас начали гнать уже советские танки. Ну, первое, они безнадежные, у них нет дополнительной защиты, они против кумулятивного заряда вообще, они просто пробиваются и выгоряют в середине конгрессированной банки. Вы видели, вот типичный, абсолютно типичный образ подбитого российского танка. Знаете, что его отличает танк без защиты от танка защитой? У него сдуло дым идет, когда его подобьют. Это значит, что снаряд прошил и взорвался в середине, а не снаружи. Вот что это происходит. То есть, они там сгорают в одно мгновение и ничто их вообще не защищает. Другое, ну, он, они действительно сегодня, ну, это не боевое оружие, это, ну, вывести там пионеров попугать там или что там еще там, на больше они не годятся. Но ими там давят как масса и как сила. И главное, пока что оружие на России ведь и не танки, а артиллерия и системы заплавного огня, пока еще они у них есть. А, к сожалению, их у них еще много. Ну, для этого и нужны три семерки американские, которые лупят достаточно далеко, до них достать нельзя, а они-то достают везде. Но вот эта картина со старыми вот этими архаическими танками, ну, она действительно впечатляет. Ну, она, к сожалению, еще раз скажу, из-за того, что разворовали все, что можно разворовать, уже шерманы не встретятся с абрамсами. Но сама образ, сама метафора от Сергея, она просто шикарная. Вот это цивилизация и отстой антицивилизации. Антицивилизация это всегда отсталось, это всегда грязь, это всегда болото, это всегда прошлое. Вот прошлое с будущим встречается на украинской земле. Что-то в этом есть. Я вообще-то как бы хотел сказать, что, конечно, там 80 лет назад, грубо говоря, 100 лет назад, Шерман был уже танком, который уступал, значительно уступал танкам гитлеровской Германии. То есть, гитлеровские танки, ну, собственно, 100 лет, вот как бы 100 лет назад действительно являются сегодня, ну, грубо говоря, образцом, ну, как бы достижений реальных достижений Российской Федерации. Это показывает ее уровень развития. Я сегодня был в Киеве возле дома офицера, в центре, это возле правительственного квартала. Мы там с сыном прошли, вот пока там дочка с женой ждали в машине. Там сейчас выставляют технику, разбитую российскую технику. Там хвост подбитого самолета, сушки. И там стоит БМДшка. То есть, БМД это боевая машина десанта, это легкая, легкобронированная техника. Она сделана, в общем-то, даже из алюминия. То есть, и вот люди, которые туда их будут возить, кстати, киевлянам я рекомендую завтра там, а уж послезавтра там будет целая куча подбитой русской техники. Сейчас во всех украинских городах это будет выставляться. Я спросил у ребят, говорю, как-то, ну, как-то что попало, потому что, а это просто гранатометом ударило в моторный отсек. Ее сзади лупанули гранатометом, потому что, когда прилетает, собственно, дживелин, то от БМД остается только днище и часть катков. То есть, она выгорает, вот просто остается днище. И говорят, вот в этом там еще были останки русских танкистов, таких вот, БМДшников, то есть, там был там механик-водитель, командир БМД, то есть, там еще от них оставались угольки какие-то, то есть, остатки, ну, там, там осталось в сгоревших берцах, там еще даже оставались какие-то части плоти, вот, и обугленные кости. Но, когда попадает дживелин, то остается только днище, весь верх этого БМД просто плавится и горит металл, вот он испаряется, горит, все это дело расплавляется, и от экипажа в принципе не остается вообще ничего. Это я хочу объяснить той части российской аудитории, которая очень существенно на нашем канале, порядка три четверти наших зрителей находятся в Российской Федерации. В который раз хочу напомнить, что чокнутый на всю голову психически больной Лукашенко, когда начинает парить ласты публично и мести пургу, что вот не надо бояться, а шо ж вы боитесь от этих джавелинов, это ж просто труба с порохом, треба маневрировать. Ну, пусть бы батька поехал, да подпалил бы себе усы на маневрирование, потому что современная техника, ну, честно говоря, не предполагает маневрирование старыми алюминиевыми гробами, то есть они гореть могут, а маневрировать им просто нечем, ну, нечем, у них маневрировалка, ну, не отросла для современной техники, потому что российская армия просто идет на убой. Тарас очень правильно сказал про Три Семерки, а я уже в который раз объясняю, что к этой гаубице, плюс еще к французскому Цезарю, потому что у нас появилась на вооружении самая дальнобойная и современная пушка мира, кстати, есть еще украинская разработка, очень близкая к Цезарю, называется пушка Богдана, но пушки Богдана, к сожалению, у нас достаточного количества нет, как-то вот слегка провтыкали вовремя, а надо бы было туда инвестировать, но ничего, Цезарь подвезли, так вот, эти Три Семерки и Цезарь, куда поставляются сейчас снаряды Эскалибур, они вообще не предполагают выживание цели, потому что точность на 45-50 до 60 километров, это снаряд, который еще имеет возможность реактивного ускорения, и летит он с точностью до 3 метров, ну, на вот таком расстоянии, то есть, длина танка, чтобы вы понимали, метров 8, то есть, если танк, я не говорю про командный пункт, в общем, при таких поставках оружия я бы очень не рекомендовал российским молодым людям отправляться на войну в Украину, а их родителям я бы рекомендовал приложить максимум усилий, чтобы их дети на пушечный, я скажу, на вот этот вот на цезарный выстрел, или на трехсемерочный выстрел близко, даже не подходили к украинской границе, потому что у нас есть чем, и Тарас, после наших красивых метафор насчет американской танковой династии, которая замкнет историю, собственно говоря, российской армии, я бы поговорил о том, что из России громко хлопнув дверью ушла уже практически компания Shell, но китайские братья, ну, мы-то русским не братья, это понятно, братья у них это чеченцы, я так понимаю, вот китайцы у них очень давно братья, китайцы начали выводить из России свои крупные бизнесы, то есть такая компания, как Xiaomi, потом, кажется, Lenovo, они тоже уже начали отползать от Российской Федерации, то есть в принципе это была последняя надежда российских федерастов о том, что их федерастия все-таки как-то не сдохнет благодаря китайским хотя бы технологиям, но вот китайский брат включил заднюю и потихонечку так с легкими пробуксовками отползает куда-то в сторону Маньчжурии, поговорим об этом? Да, хорошо, на самом деле есть такой вопрос как токсичность Китай не та страна, которая обращает очень-то серьезное внимание на то, что кто-то не так посмотрит, не так подумает, но в определенный момент и Путин и Россия стали слишком токсичными и Китай понимает, прекрасно понимает, что первое от Путина можно ожидать чего угодно и это все, что угодно, что может делать Путин так или иначе вредит Китаю повышение мировых цен на энергоресурсы. Кто виноват в том, что это происходит уже не сначала этой войны, а уже где-то около года, но только Россия только исключительно провоцирует эти процессы. Продовольственный кризис, который ударит по Китаю абсолютно однозначно. Кто в этом виноват? В этом году в этом виновата на все 100% только Россия. То есть даже без того, что США не так посмотрят, Евросоюз там какие-то вторичные санкции ведет, а вторичных санкций китайские компании тоже боятся. Но сам факт, что Путин несет вред непосредственно Китаю, не опосредственно через тех, кто может наложить вторичные санкции, а непосредственно несет вред Китаю, ну показывает товарищу Китаю, лучше присоединиться к общей хорошей компании, которая должна ликвидировать этот режим, но параллельно с этим как бы не останавливать очень хороший для Китая процесс ликвидации самой империи. Я не знаю, вспоминали ли мы, кажется, мы вспоминали в одном из эфиров, что в Китае сейчас подготовили какое-то, ну просто неомоверное количество учителей китайского языка для русских. Вот именно так, они русский изучили не слишком хорошо, они изучили на таком уровне, чтобы когда рядом стоит надзиратель там с плеткой или там кто-то с автоматом, а ты им объясняешь ломаным русским языком и потом правильный, хорошим китайским говоришь, как они должны научиться сами выговаривать. Вот где-то вот этих людей там подготовили, я точно ему сказать, но это идет речь не о тысячах, а о десятках тысяч учителей китайского для русских. То есть, вы понимаете, ну такие вещи просто так не делаются. Второй момент, ну Китай, ведь кроме всех прочих там экономических моментов, ну Китай несколько лет назад, да не просто несколько, уже десяток, наверное, там какое-то было, то ли это был 2009 год, по-моему, ну не 19-й, кажется, 2009 год, после 49-го, у них как бы был там ювелейный год, я помню, мне тогда подарили там в китайском посольстве, кроме там фильма, парадах, этих всех торжествах, всем прочим, еще и данные о военной технике, они ее так специально рекламировали. Я очень хорошо помню, специальные танки с внутренним подогревом, с теплоизоляцией для успешной войны при температуре минус 50 градусов. У меня маленький вопрос возник, а где для Китая будет война, где будет минус 50 градусов? Да, я понимаю, на Тибете иногда зимой может быть, но там у них как бы все уже в руках, все в кулаке. А где еще? это не Монголия, это уже Сибирь, больше негде. Это был еще девятый год. То есть, на самом деле, Китай имеет свои абсолютно другие планы, свои другие абсолютно решения. У них когда-то в 100-летнем плане, сейчас, я думаю, в 10-летнем плане, а сейчас, думаю, его еще раз переписывают. Есть определенные планы по полной абсолютной приватизации Дальнего Востока, возможно, если повезет и Сибири. И поддерживать жизнедеятельность России, которая портит жизнь Китаю, там никто не будет. Это первое, токсичность. Второе, перспектива получить то, что думали через 100 лет, получить в течение ближайших 5 лет. И третье, ну, все-таки вторичные санкции играют роль. Давайте не забывать, Россия, ну, все-таки, как бы там ни было, это очень бедная страна. Ну, к русским неприятно это слышать, но покупательная способность для того же самого Китая, это всего лишь на несколько процентов его товарооборота. Это абсолютно дисгаверирует с огромнейшими суммами прибыли, которые китайский бизнес и китайское государство получают США и Европейского Союза. И жертвовать ради тех больших, теми большими прибылями, ради того, чтобы сохранить что-то там на России, ну, Китая в этом потребности нет. Их еще держали российские энергоресурсы, но сейчас их потребление в Китае снижается, плюс в Китае обляблена очень быстрая программа перехода на экологическую энергетику. Ветроэнергетика, солнечная энергетика. Знаете, мы ведь в курсе, как китайцы строят. Они не любят строить долго. То, что у нас, скажем, в Киеве мостовой переход один там строили 10 лет, то в Китае это сделали за один уикенд. Вот, я думаю, переход на возобновляемые источники энергии до конца, до начала следующего отопительного сезона в Китае уже будут работать где-то на четверть своей мощности. Это значит, что практически все энергоресурсы, которые Китай сейчас потребляет с Россией, могут им казаться ненужными. Вот это был удар. Мне кажется, вот этот переход на восстанавливаемые ресурсы Китаем, который всегда игнорировал такое понятие, как экология, это прямой удар по России. Я думаю, он очень продуманный как удар. То есть, Китай имеет мотивы абсолютно все и Китай имеет все возможности. И самое главное, что в отличие от других стран, которые там имели несчастье быть соседами России, у Китая есть такой имидж, которого на России точно никто не захочет беспокоить. Знаете, обидеть китайского дракона может всякий, но вот убежать далеко не всем. Я бы тут еще обсудил сочетание двух факторов. Вот тут я себе даже выписал вице-спикер Госдумы Российской Федерации Петр Толстой, причем он какой-то там чуть ли не проправнук того Толстого, который не Достоевский. он сказал, что спецоперация она где-то закончится на польской границе. Я думаю, что если поляки начнут спецоперацию против России, то она закончится скорее всего на китайской границе. он не ну как-то если мы будем уточнять чья операция где закончится, я думаю, что операция, которую начал Борис Джонсон, президент Байден и Евросоюз, ну она тоже ведь закончится, ну нужно долго говорить где она закончится. Но вот этот вот вице-спикер Толстой озвучил на самом деле хотелку, ну судя по его должности, вот эти потом попытки съехать с темы и сказать, что его личное мнение ни на что не повлияют. Это как Жириновский, который метет своим языком то, что на самом деле думают в Кремле. Просто у них для высказывания вот этой глупости вечно есть какие-то попки, которые озвучивают это, как бы не имея на это полномочий, но и не являются официальными лицами. Хотя Лавров тоже показал себя махровым антисемитом и Путин извинялся. Мобилизация вот это то, что действительно это то единственное, что может войну продолжить. если не будет мобилизации, ну то будет просто разгром российской армии. То есть без мобилизации, если соотношение сил украинской армии и российской будет один к одному, то это безусловный разгром России. То есть Россия будет разгромлена. Если Россия не объявляет мобилизацию, ее ждет разгром. А тут такой человек из Госдумы типа начинает говорить, что будет мобилизация. Набиулина, глава Центробанка России, говорит, что мобилизация «Центробанка». Да, Центробанка, да. Она говорит, что мобилизация это катастрофические последствия для российской экономики. И вот противоречие между финансовым адом. Она сказала вот такой францовый ад для России. Да, финансовый ад. И вот сейчас 9 мая это такая точка бифукации. То есть либо побеждает мнение Набиулиной, то есть здравый смысл, либо побеждает вот эта дурка на марше, которую озвучивает господин Толстой. Итак, в нашей букмекерской конторе, которая называется «Утро февраля» на кого поставить Тарас Черновол? Да ну их к черту, чтобы я еще на этих придурков что-то ставил. Знаете, это точно проиграет. Я один раз с ворожкой Ромкой имел несчастья заговорить. Я остался без тех денег, которые у меня были. Слава Богу, у меня было мало. И я никогда в жизни не играл в наперстки. И чтобы я ставил на вот эту непредсказуемую абсолютно элиту, так называемую, элиту я в том смысле, у меня ведь первое образование биологическое, а там у нас было такое понятие, как элитные породы свиней, скажем. Вот на эту элиту российскую, чтобы я ставил, да упаси господи, я знаю, что я все равно проиграю. Теперь возвращаемся к самому вопросу. Первый. Вот у нашего хорошего знакомого Тараса Березовца я украл в Телеграме, у себя перепубликовал слив, который он нашел в российской прессе. Ну как, российская пресса сообщила, что они уже знают, что текст выступления Путина во время там парада. А потом пошел другими уже путями слив, как бы сфотографированный текст, вот эти две странички. И для меня маленький вопрос, он действительно будет это говорить, это действительно слив, или это проверка мнения определенных там групп, которые, как они на это отреагируют или не отреагируют, заглотят или не заглотят, или это специально отводящий маневр, чтобы все успокоились, мол, Путин только вышел, палаев, 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 обратно в будку спрятался, а там на самом деле он сделает что-то абсолютно другое. Иначе в другом случае такой бы слив мог появиться, фальшивка мог появиться, но об этом бы не писали официальные российские издания, которые есть. Так вот, в этом выступлении кроме лжи, обвинения всех и вся, обливания всех грязью, вспоминания, что все нацисты вокруг, только они белые и пушистые, они только сами выиграли войну и все прочее, там больше ничего нет. Мобилизацию нужно каким-то образом представить и лучшего способа запустить ее, чем во время парада сообщить, что тут против нас воюет не Украина, все НАТО, да, мы НАТО не объявляем войну, но мы должны там остановить их, потому что у них есть там планы вторгнуться в Россию, они уже границу нам провели возле Москвы, нас разделили, расчленовали и все прочее, только парад, на котором можно запустить эту истерию, когда она еще немножечко, чуть-чуть поработает. Но вот есть маленькая проблема, знаете, есть такое в шахматах Туцванг, когда каждый ход, который ты сделаешь, только усугубляет твою ситуацию. Или возвращаясь к России, вот я не запамятна и просто злую память меня хорошая, я очень хорошо помню Горбачевские еще времена, сам конец, и какая-то программа время, которая, вот, лезет в голову, иногда такая блажь, которую, ну, просто нет потребности помнит, вот помню, черт побери, о Сахалинском пароходстве стоят там куча кораблей и им говорят, вот, если они стоят и не двигаются, то они каждый день теряют там что-то, каких-то там 500, там, каких-то там, то ли 500 тысяч рублей, то ли 500 тысяч долларов, то ли 500 миллионов, чего-то там, я уже не помню, но как только они выходят из порта и начинают исполнять рельсы, рейсы свои, они сразу начинают терять в два раза ровно больше, вот и подумай, как с этого выходить, вот Путин загнал себя в эту ситуацию, у него еще месяц назад, пока за него серьезно не взялись наши западные союзники, и не решили, что Россия всегда будет угрозой для мира, пока она будет империей, Россия должна потерять или свою мощность, или свою имперскую сущность, она что-то должна потерять, после чего она перестанет быть угрозой, но я понимаю, наши западные союзники всегда немножко наивные, но сейчас, мне кажется, они поняли, что проблема не в Путине, проблема в тех многих сотнях лет истории, начиная с сожженного Новгорода, сожженного Пскова, Московским, Москвой, сожженные Казани, и всех тех зверств, которые повторяются каждое столетие точно в таком самом виде, и сейчас повторяется Путином, ну просто, и изнасилование, те же самые, и все, все, все остальное, и вот, всего этого толкнуло к тому, что нужно каким-то образом это когда-то перервать, это делается руками Украины, при их помощи, и вот этой ситуации, Путин до того момента, как они пришли, акцентировать, а я скажу, это было вот когда в Россию прилетал канцлер Австрии, а в Киев очень быстро прилетел премьер-министр Британии Джонстон, и вот этот момент, эта лавочка закрылась, еще за день до этого, Путин мог дать задний ход и получить кучу бонусов, козырив у себя дома и ничего толком не проиграть, Зеленский готов был сдавать очень много, отказ, ну неформально, главное неформально только, отказаться от Крыма и от Ордуо, вот этих оккупированных территорий на Донбассе, только главное, чтобы его не заставляли подписывать какой-то документ, он готов был отказаться от НАТО, пообещать что угодно, и этот момент Путин профукал, к счастью для нас, потому что для нас это была бы капитуляция в момент, когда мы переломили ситуацию и начали побеждать, вот на сегодняшний день у Путина объявляет он мобилизацию, знаете, я читаю немножко и российский товаров, но мне многие говорят, что пока поддерживать перед телевизором, это все хорошо, а когда к тебе приходит в дом война, а когда ты должна отдать своего сына, а когда тебе могут вызвать и сказать иди марш, любой до 60 лет, а пример Ордуо показывает, что они до 65 лет начнут ловить, а вот тогда уже стоп-стоп, а мы на это не подписывались, наш патриотизм предвидел, что это чужими руками, что это на чужой территории, что это без огромных жертв, что все только так должно быть, а оно так не будет, и вот когда мобилизация, Россия вдруг может начать как-то шататься, и вот сейчас некоторые вещи, которые происходят, знаете, я не знаю, кто подрывает ихние пороховые заводы, кто подрывает ихние мосты, кто поджигает какие-то там офисные центры, я не знаю, может быть, где-то в трех областях соседних с нами может быть, там что-то и Украина делает, может, я не знаю, реально не знаю, но мы точно к Перми не дострелим, мы точно в Уссурийске военную базу, военно-воздушную не подожжем, тем более мы не подожжем на Южно-Сахалинскую ГРЭС, ну вот никак, а кто-то это поджег, ну ведь, знаете, пожары пожарами, но пошла такая серия, причем по важным предприятиям, по энергетическому сектору, по всему прочему, что так просто не бывает, то есть на самом деле уже сейчас предчувствие мобилизации начинает дестабилизировать, знаете, там революционеров мало, а бунтарей много, а бунт российский, голодный бунт, беспощадный, там, безумный и все прочее, он очень страшный, и мобилизация может запустить эти механизмы, это первое, второе, Набибуллина правильно сказала, это будет финансовый ад, все, начинается война, разрушается финансовая система, разрушается экономическая система, людей, именно мужчин, основную работоспособную часть, забирают, служить в армию, массово призывают, или они прячутся, я думаю, большинство спрячутся, заныкаются так, что их не найти, но они работать не будут, нигде, главное в городах, города начнут просто останавливаться, парализироваться, и это, это не выход, это катастрофа, другой вариант, заявить, что мы все уже победили, и мы уже закончили, и мы выходим с этой операции, но украинцы-то не признали, того, что мы победили, для нас еще нужно вернуть все свои территории, и мы-то продолжаем наступление, они-то продолжают гибнуть, а знаете, как гибнуть после победы, вот после капитуляции Германии, было еще несколько боев, их как-то советская литература, тоже любила обыгрывать, и там был такой момент, что вот до победы, как бы понимали, воюем, а тут победа уже произошла, я как-то вот сдал, вот он говорит, он там в штрафбат попал, он сдался, там еще куда-то там, я как-то сдал, потому что после победы, как-то очень грустно погибать, и вот это запахнет тоже, если будет другой вариант, Путин объявит, мы все уже победили, а мы-то не остановимся, а мы-то пойдем до наших границ, и будем бить дальше, а они уже защищаться-то не будут, это уже будет вообще полностью стопроцентный разгром, и самый лучший вариант для Путина на сегодняшний день, мне кажется, это и 9 мая, и 10 мая, и следующий месяц, выискивать, а вдруг как-то рассосется, и не делать никаких жестких телодвижений, потому что в тот момент, когда он объявит мобилизацию, он перейдет грань, уже возврата точно не будет, он уже две грани перешел, я говорю, 24 февраля, и где-то в первой половине апреля, вот эти две грани невозврата он уже прошел, но у него еще есть какие-то возможности, что оно как-то рассосется, а вот когда он объявит мобилизацию, вот с этого момента уже война на уничтожение, вот только ядерную-то кнопку ему не дадут использовать, свои же не дадут, а других рычагов победить Украину у него уже нет, просто у него их физически нет, и бросить огромное число, не просто немотивированное, абсолютно неподготовленного, ну извините уж, людей нехорошо так называть, но по-другому не назовешь мясо, а как по-другому назвать, когда мясные лавки, а на них там славим наших за, там нашу армию за наших солдат, и сверху только свежее мясо, ну сами русские назвали своих солдат мясом, извините, по-другому не скажешь, вот забрасывание мясом, это самый худший вариант для России, поскольку подготовить хоть какие-то батальонно-тактические группы, для этого нужны не недели, а месяцы, знаете, я последнее, я наведу пример, которых я не очень люблю, я не люблю использовать примеры из советского прошлого, оно для меня чуждо, я понимаю, что это все заидеозировано, но когда немцы прорывались до Москвы, и Москва могла быть утрачена очень быстро, а в Сибири готовились новые дивизии, и эти новые дивизии не бросили сразу, их продержали там порядка двух-трех месяцев, пока их обучили, обули, одели, вооружили, и тогда бросили, и тогда они действительно под Москвой подвинули немцев, началось совсем другой приход войны, вот то, что хочет сделать сейчас Путин, он хочет сделать то, чего даже Сталин не сделал, просто собрав людей, не подготовил, жуковский вариант он хочет, бросить их просто в топку, абсолютно, вот то, что сейчас происходит с призывниками, которых российских бросают нам на фронт, четыре дня подготовки, вот Путин хочет сделать четыре дня подготовки, извините, но это, это живые трупы, они как бы еще ходят, они как бы еще говорят, но завтра их уже не будет, просто их не будет вообще, ну разве что абсолютная случайность, что, ну вот, каким-то образом повезет, и один из, там, из пятидесяти выживет, вот для Путина, вот эта мобилизация, на самом деле она хуже, чем просто тянуть время, затягивать время, и пробовать, как бы надеяться, что что-то еще как-то выгорит. Вот эту вот предполагаемую речь Путина, я еще подробно обсужу со следующим гостем, с Андреем Сидельниковым, но уже просто не остается времени, да, вот, но с Тарасом у нас остается буквально 3-4 минуты, остается только коротко спросить, тут в Луганске появился повод для счастья, я не могу сказать, что народ даже писался, там, и полные памперсы, хороших предчувствий заполнили, так сказать, луганские штаны, но им присвоили телефонный номер России, теперь они, их надо будет набирать, не с украинским, вот плюс 38, а плюс, плюс, плюс 7, 999, да, 7 и 959, то есть, ну не то, чтобы, грубо говоря, накормили семью хлебами, то есть, собственно, вот, это мне, это мне напоминает, знаете, анекдот, когда Шах вернулся в свой гарем, после длинного тура по европейским проституткам в Лондоне, Париже, Милане, вот он уехал на секс-тур, вот там, переимел, там, перетрахал пол Европы, а потом возвращается в свой гарем, такой изможденный, такой вот просто уже никакой, а там эти, блин, бабы, которые хотят удовлетворения, там, штук 40, смотрят на него голодными глазами, а он весь изнеможденный от секса с европейками, подходит к каждой по очереди, берет ее так за руку и говорит, чем могу, чем могу, чем могу, вот это приблизительно то, как обошлись с жителями Луганска, то есть комендантский час, 8 лет, детей всех на фронте поубивали, мужиков поубивали, денег нет, продуктов нет, счастье, когда они жили в свободной Украине, закончилось навсегда, и тут им оказывается, зачем 8 лет убивали, зачем 8 лет страдали, голодали, номер теперь начинается с семерочки. Зато номер, номерок, еще там было про полицейского, и номер запомню, да, дяденька, такого номера я еще точно никогда не забуду, ну, не будем рассказывать о каком там моменте было, на самом деле, ну, я думаю, что их еще ожидает еще похуже, ну, РДО будем возвращать, я не знаю, хватит ли воли у Зеленского пойти в Крым, хватит ли уверенности и стойкости у наших союзников это поддержать, то, что мы будем обстреливать базы, объекты в Крыму, это 100%, не знаю, войдем ли мы в Крым, вот сейчас на этой стадии войны, я не знаю, но то, что мы войдем в РДО, и то, что наших военных, никакой Зеленский не остановит, а западные все лидеры сказали, это ваша территория, это ваше дело, тут никто вам не может помешать, и вот тот момент, когда украинские войска войдут туда, и вся эта масса, которая знает, что они-то нагрешили, они-то сделали преступления, и эти преступления не только коллаборантство с врагом, а на самом деле отжим собственности, убийства, пытки, эта вся масса рванет к российскому границе, чтобы туда перебраться, и их там встретят за градительным огнем, уже по украинским военным побоятся стрелять, вот я думаю, что за пару месяцев по украинским военным стрелять побоятся, а вот по вот этим чиновникам, казачкам, бандформированиям, всяким там коллаборантам, прочим прочим прочим, бандитам всем, которые будут прорываться в России, а по ним откроют огонь, и тогда у них будет самый главный там в голове вот такой пункт, а как, а как, вы же сами нас на это наняли, почему вы по нас стреляете, вот это их ждет, а по номеру, очень коротко, такие вещи, как номер, у украинцев иногда заходят иногда, некоторые глупости, но потом быстро выходят, в отличие от там исконных жителей игумены России, у нас это ненадолго, в 90-х годах американский эксперт, который помогал там треватизацию или что-то проводить в Харкове, попросил, ему нужно было в Киев позвонить, он попросил, дайте мне номер, телефон, ну, код столицы, знаете, какой ему дали, 089, по-моему, московский, ведь 089, вот ему дали код Москвы, для них в 90-х годах код столицы был код Москвы, сегодня, скажите в Харкове, где ваша столица, скажите, где ваш враг, какой город вы бы хотели разбомбить так, как бомбят ваш, они сразу скажут, наша столица Киев, наш город Харьков, наша родина Украина, а разбомбить мы просто мечтаем, во снах видим, как будет гореть Москва, вот тот город, в котором массово кодом столицы называли когда-то код Москвы, я думаю, что на украинских всех территориях, которые мы вернем, исправление будет быстрым и люди сами, им не нужно будет долго объяснять, они сами довольно быстро все поймут, потому что это Украина, все будет Украина, а русским единственное пожелание не лезьте в Украину, забудьтесь наше направление, просто забудьтесь, потому что живыми отсюда возвращаются далеко не все.